Всем привет, Орлы! Я вот спрашивал, какие выборы, какие вариации происходящие вы бы хотели увидеть. Особо много каких-то просьб на какие-то конкретные выборы не было, тем не менее. Я подумал, давайте попробуем вот такую очень-очень неочевидную вещь, которую, может быть, многие из вас даже не получили при прохождении или при просмотре. Например, я первый раз проходил, мне это не выпало. При допросе Абеля, если быть с ним нежным, он расскажет, что у него в ботинке валяется некая записка. Хорошо, хорошо. Ботинки. Там бумажка, на ней все, что вам нужно. Так, смотрим на ботинок. Кстати, я ошибся, его нужно замучить до смерти, чтобы он так себя вел. У нас есть лодка. На бумажке написано, как добраться до ближайших причалов. Эти слова, это названия городов. Это наши параллели отзывы, чтобы не перестрелять своих же. Сейчас мы используем только один. Роккингем. Не верится, что заставило меня это рассказать. И, господи, как же вы рофлили с предыдущего видео, где я... Я... Ну, вы слышите мой голос, но я молчу. Ребят, вебка случайно записалась. Ладно, я не записываю целенаправленно. Просто у меня лаганул кимп и сбились настройки. И в итоге вебка попала на многие записи с альтернативным прохождением ТВД, которые я использую для этих видео. Ну, то есть вы в курсе, да? Можете продолжать рофлить, я не против. Просто, мне кажется, некоторые люди реально серьезно отнеслись. Типа, че, че... Как же так вышло, что Евгений, например, озвучивает свои собственные ролики? Так вебки изначально быть не должны. Кстати, поставьте палец вверх, если вот вы не знали о том, что такое в игре есть. Да, если знали тоже поставить, мне будет приятно. И... Я подумал, блин, а когда мы будем это применять? Потому что мы захватывали корабль, и ни разу ни с кем говорить не приходилось. Так как я это уже узнал про записку в ботинке во время второго прохождения, кого-то экспериментировал с выборами, оказывается, вот этот здоровый мужик будет нас спрашивать. И вот что будет, если ответить на вопрос правильно. А ну хватит шастать в потемках и марш на пост. Сволочь. Я чисто случайно, кстати, ответил, просто угадал. Потому что я не помнил город, назвал какой-то, который мне показался более-менее адекватным. Вот это уровень удачи, да? А вот что будет, если ответить неправильно. Тейзвол. И начинается то, что будет, если мы вообще не знаем города. Кстати, вот что будет, если мы вообще города не знаем. Что интересно, я понял, вот сейчас только посмотрев вот фрагмент своего первого прохождения, если мы в принципе не знаем про позывные, то есть про город правильный, то засранец нас и не спросят о нем. То есть этот момент просто вырезан. И мы получаем это странное... Это, ну, немножко странно, тем не менее, могли бы спросить про город и дать там, например, неправильные варианты. Все три. Странно, и зачем вырезать этот момент про города, даже если мы не можем угадать правильный город. Могли бы сделать так, чтобы правильного города в выборах нету, и ты можешь либо промолчать, либо ответить неправильный вариант, и происходит то, что происходит. Ну, вот такой вот неочевидный выбор, который еще нужно постараться, чтобы найти. Хотел сегодня сделать большой видос про Вайлет и ее путь, и, в общем, что будет, если ее выбрать и за нее проходить эпизод. Но мы с Лизой решили прогуляться, поэтому это видео выйдет, наверное, завтра уже. Поделитесь в комментариях, а что вы думаете про вот такую ситуацию с таким вот выбором? Вроде мелкий выбор, но, Джорд, возьми, такая вариативность. А сейчас всем пока, спасибо, что смотрели. Видео короткое, но, по-моему, суперсодержательное. До завтра, завтра увидимся в разных видео, в том числе и в Walking Dead. Там, кстати, в четверг к нам подъезжает Life is Strange 2, второй эпизод. Все готовы к нему? Я готов.